Глава 13. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириянин, и Майнаил, совоспитанник Иреда, четвертовластника, и Саввел. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Саввела на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Си, быв посланы Духом Святым, пришли в селение Селевки, а откуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, уже пророка, иудеянина именем Варисус, который находился с проконсулом Сергеем Павлом. Мужем разумным Сергей, призвав Варнаву и Саввела, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, Волх, ибо то значило имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Саввел же, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола враг всякой правды, пристанешь ли ты совращать прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господне. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию и в Панфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию, в Песидийскую, и войдя в синагогу в день субботний. Сели после... После чтения закона и пророков начальники синагогу послали сказать им, «Мужи и братья, если у вас есть слово наставление народа, говорите». Павел, став и сдав знак рукой, сказал, «Мужи и зрелитяне, боящиеся Бога, послушайте. Бог народу сего избрал отцов наших, и возвысил все народы во время пребывания на земле египетской, и мышцу вознесенной вывел их из нее, и около сорока лет во время не питал их в пустыне, и истребив семь народов в земле ханаанской, разделил им наследие землю их, и после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом попросили они царя, и Бог дал ему Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Оттринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельствуем, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Есеева, который смотрит всех оттенем моих, и его потомство Бог по обетованию возник Израилю, спасителя Иисуса». Пред самым явлением его Иоанн проповедовал крещение и покаяние всему народу израильскому. При окончании же поприща сего Иоанн говорит, «На голову читайте вы меня, не тот, но вот идет за мною, у которого недостойно взять обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова, и боящийся Бога между вами, вам послано слово спасения сего». Ибо жители Иерусалима, начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, попросили Пилата убить его. Когда же исполнилось все написано о нем, то сняв с дерева положили его в гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он, продолжение многих дней, являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи и Иерусалим, и которые ныне суть свидетельствуют его перед народом. И мы благодарствуем вам обетование данное отцам. Бог исполнил нам детям их, воскресив Иисуса. Как во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так он уже не обратился в тренинг. А сел сказал так, «Я дал вам милость тем, обещанное Давиду верно». Посему и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив вызволению Божьему, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, кого Бог воскресил, не увидел тление. И так, да будет и известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законам, Масея, оправдывается им всякий верующий. Верегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, поделитесь и исчезните, ибо я делаю вам в ваши дни дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. При выходе из иудейской синагоги, язычники просили говорить о том же в следующую субботу. А даже собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из иудечников, последовали за Павлом и Варнавом, которые, в связи с ними, убеждали их, пребывая в благодати Божией. За тысячу субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия и злословие сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с деревновеем сказали, вам первым надлежало быть проведено Слово Божие, но как вы отвергаете его, и сами себя делаете недостойными в вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедовал нам Господь. Я положил тебя на свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли. Язычники, слыша это, радовались и восстановились Слово Господне, и уверяли все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, пострякнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, отзывали гонения на Павла и Варнава и изгнали их из своих пределов. Они же, отряжши на них прах, от ног своих пошли в иконию. Ученики исполнялись радостью и Духа Святого.